Меня зовут Рама Кришна, и я изучаю физиотерапию. И мой вопрос заключается в следующем. Для чего Аллах создал Адама и Еву и всё человечество? С какой целью Он это сделал? И второй вопрос. Всё, что создано, создано кем-то. И, следовательно, Бог тоже должен быть создан кем-то. И последний вопрос. Каково значение слова «Аллах»? Брат задал три вопроса. Первый вопрос. Почему Аллах создал Адама и Еву? И для чего Он создал этот мир и людей? Всевышний Аллах сотворил Адама и Еву мир им, чтобы от них произошел человеческий род. Они являются нашими прародителями. Всевышний Аллах сказал в Сюрихуджирот в 13-м аяте. О, люди, воистину, мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга. И самый почитаемый перед Аллахом среди вас, наиболее богобоязненный, воистину, Аллах, знающий, ведающий. Критерием оценки любого человека является не богатство и не цвет кожи и не внешность, а тахва – богобоязненность, благочестие и набожность. Следовательно, Адам и Ева, мир им, были нашими первыми предками, нашими общими предками, предками всех людей. Поэтому я называю тебя братом. То есть мы братья по человечеству. Ведь Аллах сказал в Коране «О, люди», то есть все люди. Также Аллах сказал в 17-й суре Исра в 70-м аяте «Мы почтили сынов Адама». Всевышний Аллах оказал почтение всем сыновьям Адама. Родился ты в Индии или в Америке или в Англии? Родился ты в индуистской семье или мусульманской или христианской семье? Всевышний Аллах сказал «Мы почтили сынов Адама». Если ты человек, то Аллах почтил тебя. Нет разницы, зовут тебя Закир, Абдулла, Раму или Шанкар. Если ты родился человеком, то Аллах почтил тебя. А теперь перейдем к вопросу, почему Аллах создал людей. Аллах сказал, что человек – это одно из самых лучших его творений. Все остальные творения Аллаха не ослушаются его. Например, ангелы. Чтобы не повелел им Аллах, они абсолютно подчиняются Ему. У них нет свободы воли. А человек – это творение Аллаха, которое обладает свободой воли. Мы можем повиноваться, и мы можем ослушаться. Аллах сотворил много творений, и мы лучшие из Его творений. В наилучшем виде. И у нас есть выбор между повиновением и ослушанием. Если мы будем повиноваться Богу, то мы попадем в рай. А если ослушаемся Его, то попадем в ад. То есть это испытание для загробной жизни. Аллах сказал в Суримульк, глава 67, аят 2. Аллах – тот, кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи идеи они окажутся лучше. То есть это жизнь – испытание для загробной жизни. Аллах сотворил людей, и Он сказал в 51-й суре Зарияд в 56-м аяте. Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они служили Мне. Поэтому мы сотворены для того, чтобы служить Аллаху и повиноваться Его веленью. То есть мы особенные создания, которые обладают свободой воли. И мы можем либо ослушаться Аллаха, либо повиноваться Ему. Все остальные Его творения, такие как звезды, деревья и даже горы, как об этом сказано в Коране, прославляют Аллаха и беспрекословно подчиняются Ему. Мы же обладаем свободой воли. И когда Аллах дал нам волю, если мы подчиняемся Ему, мы становимся лучше ангелов. А если мы ослушаемся Его, обладая свободой воли, то мы становимся подобно дьяволам. Значит, Он создал нас, чтобы испытать для загробной жизни. Перейдем ко второму вопросу. Если у всего есть Создатель, кто создал Бога? Знаете, когда кто-то говорит «у всего есть Создатель», это неправильное выражение. Но будет правильнее выразиться «у всего сотворенного есть Творец». В определении Бога не говорится, что Он сотворенный. И в тот момент, когда ты говоришь «кто создал Бога», это не относится к Богу. Потому что необходимое определение Бога не сотворенный. Давай представим, кто-то приходит к тебе и спрашивает. «Брат, мой друг Джон находится в больнице и родил ребенка. Что думаешь, он родил мальчика или девочку?» Ты можешь представить? Можешь попытаться. Ты не станешь, правильно? А почему? Включите ему микрофон. Можешь ли ты угадать, кто родился, мальчик или девочка? Смотри, брат Джон попал в больницу и родил ребенка. Можешь ли ты предположить, он родил мальчика или девочку? Можешь догадаться? Нет. Может, шансы 50 на 50? Мальчик или девочка? Знаешь, почему люди смеются? Ты можешь угадать пол ребенка? Ты не можешь. Почему? Даже если ты предположишь, сможешь ли ты назвать правильный ответ? Хорошо. Я дам тебе вторую попытку. Мальчик или девочка? Попытайся. Девочка. Девочка. Брат мой, разве мужчина может родить ребенка? А-а-а. Вот здесь ты ошибся. Ты допустил такую же ошибку, когда спросил, кто создал Бога. Мужчина не может родить. Тогда глупо спрашивать, кого он родил, мальчика или девочку. Сейчас ты понял. Если мужчина не способен родить, то какой смысл спрашивать, мальчика он родил или девочку? И когда ты спрашиваешь, кто создал Бога, Аллах по определению не может быть создан. Момент, когда ты говоришь, кто создал Бога, он не может быть Богом. Всевышний Аллах сказал, и нет никого равного Ему. Давай перейдем к последнему вопросу. Кто такой Аллах? Самое лучшее определение, которое я могу дать тебе, это процитировать из Корана Суру Ихляс, глава 12, аят из 1 по 4. Скажи, он Аллах единый, Аллах самодостаточный, он не родил и не был рожден, и нет никого равного Ему. Эти четыре предложения и есть определение Аллаха, субханаху та'аля. Любой человек, который говорит, что тот или иной кандидат является Богом, если он соответствует этим четырем определениям, у нас, мусульман, нет возражений принять, что это и есть Бог. Это истинная проверка с точки зрения науки теологии, которая занимается изучением вопросов веры в Бога. Первое. Скажи, он Аллах единый. Аллах самодостаточный, он не родил и не был рожден, и нет никого равного Ему. Если ты посмотришь на индуистские священные писания, то же самое упоминается в индуистских писаниях. Скажи, он Аллах единый. В Чандоге Упанишад, в шестой главе, во втором разделе, в первом стихе говорится «Бог один без второго». Второе определение. Аллах самодостаточный. В Пхагвадгита, глава 10, стих 3 говорится «Кто знает меня, нерожденного, безначального, великого владыку мира». Третье определение. Он не родил и не был рожден. В Шветошватра Упанишад, глава 6, стих 9 говорится «Нет никого превыше Бога». Нет у него ни родителей. И четвертое определение «И нет никого равного Ему». Оно упоминается в Шветошватру Упанишаде, глава 4, стих 19, и в Яджурведе, глава 32, стих 3. У этого Бога нет образа. То есть нет ни образов, ни фотографий, ни картин, ни рисунков, ни скульптур, ни идолов, ни статуй. И любой, кто говорит, что такой-то кандидат является Богом, если этот кандидат соответствует этим четырем определениям, у нас, мусульман, нет возражений принять, что это и есть Бог. Например, некоторые люди говорят, что Бхагван Рожниш – это великий Бог. Однажды, во время ответа на вопросы, один индус сказал мне, «Мы не верим в то, что Бхагван Рожниш – это Бог». Я никогда не говорил, что индусы считают Бхагвана Рожниша Богом. Я лишь сказал, что некоторые люди верят в это. Давайте для примера возьмем Рожниша и проверим на соответствие с помощью этих тестов. Во-первых, скажи, он Аллах единый. Был ли Рожниш единственным в своем роде? Был ли он единственным, кто утверждал божественность? Нет, есть сотни таких людей. Особенно в нашей стране есть тысячи людей, которые утверждают божественность. И Рожниш не единственный такой. Ладно. Второй тест. Аллах абсолютный и самодостаточный. Был ли Рожниш абсолютным и самодостаточным? Мы знаем из его автобиографии, что он страдал астмой, диабетом и хроническими болями в спине. Представьте себе. Великий Бог страдает астмой, диабетом и хроническими болями в спине. Третий тест. Он не родил и не был рожден. Мы знаем, что Бхагван Рожниш родился в Магиапрадеш, в Индии. У него были отец и мать. И в 1981 году он уехал в Соединенные Штаты. И там он собрал много тысяч последователей американцев. И в штате Орегон он основал центр и назвал его Рожниш Пурам. Это его поселение. Вскоре он был арестован властями Америки и помещен за решетку. И Рожниш заявил, что он был отравлен властьями США. Представьте, что Великий Бог был отравлен. В 1985 году он был депортирован из Америки и вернулся в Индию. И в городе Пуна он основал новый центр под названием Оша Кампус. Если ты посмотришь на мемориал Рожниша, то там он написал, «Оша никогда не рождался и никогда не умирал, только гостил на этой планете Земля с 11 декабря 1931 года по 19 января 1990 года». Рожниш никогда не рождался и не умирал, только гостил на этой планете с 11 декабря 1931 года по 19 января 1990 года. Единственное, что они забыли написать, что 21 государство в мире отказало ему в визе. Великий Бог явился в этот мир в качестве гостя, и он нуждается в визе, чтобы посетить разные страны. И также глава греческой епархии заявил, что если власти не выгоден от рожнейшей страны, то они сожгут его дом и дома его учеников. И последний тест. И нет никого равного ему. Это очень строгое условие. И никто, кроме истинного Бога, не сможет соответствовать ему. Момент, когда ты сможешь сравнить Бога с чем-то, он не Бог. Мы знаем, что Рожниш подобен остальным людям. У него есть борода, нос, два глаза, два уха, две руки. Если ты сможешь сравнить Бога с чем-то в этом мире, то это не Бог. И нет никого равного ему. Если кто-то скажет, что Бог сильнее Арнольда Шварценеггера в тысячи раз. Ты ведь слышал об известном культуристе Арнольда Шварценеггера. Это человек, который получил титул «Мистер Олимпия» и «Мистер Вселенная». Самый сильный человек в мире. Когда ты сможешь сравнить Бога с чем-либо, будь то Шварценеггер или Кинг-Конг или кто-либо еще, будь то в тысячу раз или в миллион раз, момент, когда ты сможешь сравнить Бога с чем-либо в этом мире, это не Бог. Потому что нет никого равного ему. Это четыре определения Аллаха, которые привел Коран. И какому Богу бы ты ни молился, проверь его на соответствии условиям суры «Ихлас». Если он соответствует, это истинный Бог. Если нет, то это фальшивый Бог.